Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Сейчас речь пойдет о выращивании очень интересного растения диризы. Дириза это кустарник, но тем не менее попробовал вырастить диризу из семян. Вот так выглядят семена диризы. Это очень интересное растение, очень полезное и надеюсь оно на участке лишним не будет. Семена никакой предварительной обработки не подвергаю, но зато использую загущенный посев. Вот столько семян в пакетике, разделил их примерно на две части и буду высаживать в каждый стаканчик загущено. Всего два стаканчика запланировано под выращивание диризы. Емкости по пол литра, дренажных отверстий не делаю, подписываю как всегда перманентным маркером. Эти надписи не смываются, удобно потом контролировать что где. Посев диризы на рассаду огородники выполняют в разное время, но поскольку на пакетике написано, что это делается в начале апреля, то и буду следовать такой инструкции. Глубина посева очень маленькая, 2-3 миллиметра, поскольку в природе дириза размножается самосевом. Грунт буду использовать самый простой, состоящий из двух компонентов, из огородной земли и нейтрального торфа в пропорции 50 на 50. Считается, что дириза всходит в течение двух недель, но посмотрим как это будет в реальности. Выращивать буду без пикировки, поэтому стаканчики наполняю, как обычно делаю в таких случаях, примерно на 3 четверти. При необходимости грунт впоследствии будет подсыпан. Грунт умеренной влажности, как для любой прочей рассады. После того, как стаканчик заполнен, немного уплотняю грунт грабельками. Затем специальной лопаткой обозначаю канавку, в нее буду сеять, но глубина, повторюсь, очень маленькая. Некоторые садоводы сеют вообще по поверхности, но я думаю, миллиметра 2 будет нормально. Затем вот эти мелкие семена диризы опускаю в канавку. Часть оказывается просто на поверхности, но я думаю, страшного в этом ничего не будет. В природе дириза вообще самосевом вырастает. Посев получается очень загущенный, но семена мне экономить ни к чему, поэтому делаю именно так. Зато, если семена не очень качественные, надеюсь, все-таки какое-то количество зайдет. Затем канавку заравниваю и немного уплотняю грунт. На этом, собственно, посев и закончен. Всего 2 стаканчика, делать это очень быстро. И, как всегда, после посева из специальной маленькой самодельной леечки, теплой отстойной водой, смачиваю поверхность грунта в емкости. Хотя грунт нормальной влажности, но немного смочить не помешает. Поскольку семена сухие, без предварительной обработки, влага должна добраться до семян и обеспечить им хорошую схожесть. После этого стаканчики с посевами убираю в укромное местечко. Свет сейчас им не нужен. Они будут стоять в теплом месте, где температура не менее 25 градусов, а я с нетерпением буду ожидать всходов. Причем, можно после посева стаканчики прикрыть полиэтиленовой пленкой, но я пойду другим путем. Я буду ежедневно из этой животлеечки просто смачивать поверхность грунта в каждом стаканчике. Таким образом, влажность будет нормальная и семена, надеюсь, прорастут неплохо. И вот появились первые малюсенькие росточки деризы. Вот видно, насколько они маленькие. Всего выращиваю деризы 2 стаканчика, но тем не менее, всходы есть. Практически вот через неделю всходы деризы появились. Планирую выращивать деризу без всякой пикировки, но я считаю это вполне нормально. И вот всходы появились. Конечно, они малюсенькие, но они есть, и это самое главное. Пока уход самый простейший, только поливаю вот эти вот всходы из маленькой лейки. Ну, а дальше уже будет видно. Может быть, придется прореживать, может быть, какие-то ростки будут отсажены. Ну, хотя, я думаю, 2 стаканчиков будет мне вполне достаточно. Ну, там будет видно. И вот деризе исполнился месяц, даже с лишним. Сейчас уход за ней самый простой. Только поливаю, очень умеренно, очень аккуратно. Поскольку, как мне объяснили многие огородники дериза, довольно капризное выращивание через рассаду. Ну, поэтому стараюсь обращаться с ней аккуратно. И вот она растет. Правда, вот этот росточек очень сильно отстает, но зато там появляется еще один росточек. Но с большим запозданием какое-то семечко прорастает. Так что есть шанс еще третий росток деризы получить. Ну, вырастет хорошо. А не вырастет, двух ростков будет вполне достаточно. Высаживать деризу на постоянное место торопиться не планирую. Пусть она крепнет. И уж когда будет окончательно тепло, в конце мая, деризу высажу уже в грунт на постоянное место. Рассаду деризы высаживал в конце мая. Делал это самым простейшим способом. Выбрал место даже не на территории участка, а рядышком. Участок у меня крайний, места там много. И вот у меня там нечто вроде газона. Выкопал ямки соответствующего размера под рассаду. Ну, немного огородного грунта, чтобы не была там уж совсем дерновая земля, добавил. И в эти ямки извлеченную деризу из стаканчиков вместе с комочками грунта высадил. Без заглубления. Сформировал небольшие луночки, полил и собственно все. В дальнейшем никакого ухода за деризой в течение лета не было. Ну, единственное, что выкашивал травку вокруг. Ну, весь газон выкашивается и вокруг деризы тоже. Когда было очень и очень жарко, был такой период времени, то раза два-три деризу поливал понемножку. Вот собственно и все. И дериза принялась без особых проблем. Росла все лето нормально. Один кустик помощнее, один кустик послабее. Ему, видимо, место досталось, может быть, не очень хорошее. Ну, действительно, никаких удобрений под деризу я не вносил. И специально не готовил даже ямки. Это неприхотливая культура, поэтому, думаю, это ни к чему. И, как бы то ни было, дериза благополучно ушла под зиму. Надеюсь, она хорошо перезимует и на следующий год буду уже наблюдать, как она пойдет в рост. Итог можно подвести следующий. Деризу из семян вырастить можно и не так уж это сложно. Надеюсь, и дальше с ней будет все хорошо. В конце пожелаю всем хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.